Напомним, эта трагедия произошла в июле прошлого года на Никольской дороге. Водитель пассажирского пазика не справился с управлением и врезался в большегруз. В автобусе ехали более 30 пассажиров. К счастью, все остались живы, но многие оказались ранены. На судебном процессе 8 из них, чьи травмы оказались особо тяжелыми, выступают потерпевшими. 20 человек с меньшими повреждениями проходят по уголовному делу как свидетели. Подсудимому водителю 50 лет. У него только положительные характеристики. Хороший семьянин, опытный водитель. Но трагедия все-таки произошла. И по его вине так считают и свидетели, и потерпевшие. Я приходил к выводу, что водитель торчил виноват. Тем более, что он сам признан свое виноват. Что касается наказания, то оставляем это на осмотрение судов. Максимальный срок до такого преступления – 2 года лишения свободы. Однако прокуратуру наставить на реальном лишении свободы не будет в данном случае, поскольку преступления в данной категории относятся к преступлениям небольшой тяжести и, в принципе, совершены по неосторожности. Однако позиция прокурора в данном процессе будет максимально объективной. И прокуратура в данном случае будет наставить на лишение водителя права управления транспортными средствами на срок регулирования. Судебный процесс по этому делу пока не закончен, но свой вердикт суд вынесет уже на этой неделе. Арина Макары, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.